Доброе утро! В интернете гуляет исследование о вреде начала рабочего дня в 9 утра. Ученые говорят, что кто дольше спит, тот лучше работает. Мне кажется, что новость эту больше всего будет приятно услышать лентяям. А для тех, кого ранние подъемы нисколько не смущают, я приготовила целый список праздников, дней рождений знаменитых людей. Для поднятия боевого духа самое то. Сегодня наша страна отмечает День воинской славы. Дело в том, что 72 года назад Ленинград окончательно освободился от суровых цепей блокады. Почти 90 дней город был захвачен фашистскими войсками, но советские войска одержали верх. В Петербурге этот праздник называют и Днем полного освобождения города от блокады. И по сей день отмечают праздничным салютом и чествованием ветеранов. А 49 лет назад был подписан документ, согласно которому космос был объявлен всемирным достоянием человечества. Сначала договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз. А затем к ним присоединились более 100 стран. Документ гласит, исследования использования космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран. Так что космос наш, друзья! А теперь настало время рассказать вам про именинника. В 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт. Свой первый концерт для клавесина он сочинил, когда ему было 4 года, а уже в 6 лет начал гастролировать по Австрии. А дальше творческий путь, на протяжении которого великий композитор создавал произведение, считающееся великим достоянием человечества. Почти как космос. На этом у меня все. И помните, жизнь это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удачи терпеть и неудачи. Преодолевайте неудачи, и кто знает, может именно вы войдете в историю.